МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации в Телераду компании Гомель, у студии прасои Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Парламентская кампания, выборшие участки, рыхтуются до пошатку голосования. От садибы до музейного комплекса. Сегодня у Гомеля открылась международная конференция, просвеченная юбилею музея Палацево-Паркового ансамбля. В пошуках самый пригожий. В регионе на этом тень распочнутся кастинги национального конкурса «Мисс Беларусь-2020». А зараз об этом иншим больше подробно. На Гомельщине протягивается выборщая кампания. По коль кандидаты у депутата парламента сутрекаются с выборщиками, на участках для голосования склали список граждан, которые имеют право принять удел в выборах. А так само завершили оформление стендов с информационными материалами. Некоторые участки сегодня наведали наши корреспонденты. 72-я средняя школа у Гомеля самая новая. Будовали ее с уликом всех сучасных потребований. Утемлику по створению безбарьерного осяродя для людей с замежованными физическими махчимостями. А это тем больше важно, что под час выборов шмат, кто из них мая намер прийти на участки для голосования самостоянно. В уголю будинку школы знаходятся одразу 4 участки для голосования. Зараз их оформление практически завершено. Нехабая бадает только штор на некоторых кабинках и непосредственно урнов. Яны з'явятся 12 листопада, когда начнется детерминовое голосование. До речи на всех участках урны уже готовые, причем значная участка заменена на прозристые. На сегодняшний момент уже готовы списки избирателей, и каждый избиратель может прийти на участок и посмотреть, есть ли его фамилия в списках. Комиссия провела уже определенную работу. Мы разнесли пригласительные на день выборов, разнесли листовки с кандидатами в депутаты и обошли людей с ограниченными возможностями. На нашем участке 5 инвалидов-колясочников. Всех опросили, кто может прийти на участок, а кому, может быть, нужно прийти проголосовать на дому. А знакомиться со списами выборщиков можно с 17 до 19 годин. Миновитый в этот период на участках организовано дежурство членов комиссии. 11 листопада сюда привезут бюллетени для голосования. С этого часа на участках почнется круглосуточное дежурство сопротивников милиции. У областной комиссии по выборах депутатов палаты представников ход выборщей кампании характеризуют, как деловы и конструктивны. В настоящее время ведется подготовка, контроль, осмотр участковых участков для голосования. В первую очередь на соответствие как пожарной нормы, так и санитарной нормы и наличие тех необходимых средств для безбарьерной среды участников голосования именно инвалидов. Также работают члены и окружной комиссии, и областной избирательной комиссии по проверке участков по готовности к проведению выборов. В настоящее время серьезных нарушений не наблюдается на участках по голосованию. В то же время есть определенные рекомендации, которые нужно выполнить до начала самой предыдущей кампании, именно застрочного голосования, которое начнется с 12 числа по 16-й включительной. До 6-го листопада в Гомеле шляхом тайного голосования отбудутся выборы членов Совета Республики. Наш регион в Верхней Палате Беларусского парламента будут представлять 8 человек. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерия Панько, телерадокомпания «Гомель». Что такое парламент, как выбирают депутаты, какие пытания не выращаются. Размова об этом ишла в Гомельском державном медицинском колледже. Тут по инициативе областного управления Беларуского фонда мира прошло мероприемство «Беларусь – краина мира и сгоды». В встрече с будущими медиками удельничали представники депутатского корпуса, сферы культуры и наша здымошная бригада. Марина Джалая с подробностями. Если в будущем выпаде шанс стать депутатом, я думаю, что это будет каштонный опыт. Так говорит третий курсник медколледжа Дмитрий Прымак. По колью она крыхтуется стать зубным техником. Но тема законотворности я хоть и кавить и зараз. Чему на первые дни выборов в Палату представников национального схода и Совет Республики гости вы решили выступить миновито перед будущими медработниками, отказывая без роздуму. Медики все-таки это те, которые работают непосредственно с людьми. Каждый день встречаются все. Мы ходим в поликлинику, в аптеку. И тоже это важно на самом деле, насколько ясную позицию будут занимать по этому вопросу медики. Насколько они будут проявлять эту активность. Потому что работа с людьми, она все-таки предполагает общение с ними. В медколледже вучится свыше 700 юнаков и девчат. Актовая зала сместила коля 150. На мероприемство запросили представников депутатского корпуса, Кировничества музея военной славы, Белорусского республиканского союза молодей и шпиталя инвалидов Великой Отчинной войны. А так само секретару БРСМ университетов, кабьяны провели такие встречи у своих стенах. Присутные разважали об тем, какими полномодствами наделенные депутаты, как их деятельность уплывая на жизнь Украины и каждого человека, что такое увогуль, законодавшая и выканавшая улада. Почему мы встречаемся со студентами-медиками? Потому что эти люди сегодня-завтра, они в основном же будут работать с людьми. Потому что медик ежечасно практически работает с людьми. И вот от того, как мы их настроим, как мы расскажем, что такое парламент, какие они решают вопросы. Вот это очень много значений. Поэтому вот мы именно и решили сегодня провести встречу с ними. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадиокомпанию «Гомель». Протягиваем выпуск. Музей Гомельского палацево-паркового ансамбля святкует 100-годовый юбилей. У рамках святочных мероприемств сегодня тут и распочалась международная конференция от садибы до музейного комплекса. Поглядами новоколцев на историю и сущастность одного из ведущих музеев в Беларуси подчеркнулись наши корреспонденты. Место, где сейчас находится палацево-парковый ансамбль, корысталась популярностью у гомельщан еще устарожитные часы. С 10-го до 13-го стагодия тут находился умоцеванный дзядинец. Потом до 18-го стагодия – замок. В эпоху классицизма Гомель належал буйнейшим представникам дворанства Российской империи, которые владели великими финансовыми махчимостями. Это позволило увести побудовы самого высокого Мастацкого узровня. В той часу в Оголе характеризуется значными экономическими достижениями. Цукровый завод у Гомеля и паперовая фабрика у Добруши были сучастными предприемствами с найновшими технологиями. При Паскевичах это было одно из самых передовых предприятий всей Российской империи с техническими инновациями. Ну, например, 1882 год. Первая Белоруссия электростанция появилась в Добруши, а не где-то, допустим, в губернском городе, там, Минске или Могилеве или в Витебске, или даже в уездном Гомеле. А в Добруши, который был, ну, по сути дела, такой фабричной деревней. А Добрушская фабрика по объемам производства занимала второе место в Российской империи, а по техническому совершенству всегда была в лидерах, наверняка была на первом месте. Многолетний ее директор Антон Игнатьевич Стульгинский первый в Российской империи еще в 1894 году ввел у себя на фабрике восьмичасовой рабочий день. Промеркованная достоходя в музее Международная конференция – еще одна. Могчимость ознайомится с навыковыми досягнениями, проведенными у Белоруссии и России. На протягу двух дней прогучает некольки десятков докладов по самых розных аспектах гомельской истории – от экономики до археологии. Хоть по словах самих удельников конференции, у проведения таких мероприемств то есть ЕСШ-1+, установление деловых контактов. У якости прикладу – супрацовництво с Эрмитажем. Установление контактов с Эрмитажем помогло несколько лет назад нам найти великолепные фотографии гомельского дворца, существования которых мы просто даже не знали. Точно так же сейчас, благодаря такому хорошему, уже налаженному контакту с государственным Эрмитажем, мы получаем сведения о той удивительной коллекции художественных предметов, которые находились в собрании семьи Паскевича. Олег Сентюров, Ганна Корольчук, Валера Хапанько, телерадио «Компания Гомель». Об работе урошу огульной практики размавлялись сегодня в Гомельской центральной городской поликлинице. Так само медики обмерковали проект «Клопотливая поликлиника». В этой установе распроцовали пробную систему навигации для взручного перемешания пациентов. Наши корреспонденты ознайомились с ее на практице. Наталья Кабаева пришла на прием до урошу огульной практики в Гомельскую центральную городскую поликлинику. Пытаться об ее проблемах со здоровьем было неэтишно, але почуть меркование на конт новой системы обслугования пациентов можно. Наталья каже, что заявление урошу огульной практики – это зрушно. Раньше, например, если у меня заложило ухо или насморк, мне нужно было записываться к лору. Теперь я могу просто быстро попасть к терапевту, к врачу общей практики. И на приеме мне промоет ухо или назначат лекарства от заложенности. Это намного быстрее, потому что обычно запить к лору как минимум 2-3 дня. Сами медики признаются, спочатку завоевать довер пациентов было складано. Треба было кожному тлумачить, что такое урошу огульной практики и чему это уже не терапевт. Люди блиталися, спотребился час. До речи, зараз перенаучения у Гомеля пройшли больше, как 80% терапевтов. В наступном году завершать перепадрыхтовку усих. Учиться треба от одного месяца до четырех. Урошу огульной практики можа сумешать, например, функции лора, офтальмолога, невролога. Зразумело, при серьезной проблеме пациента усе ж таки накируют до вузкого специалиста. Что тыжится клопотливой поликлиники, то тут так само усе зразумело. Медперсонал, затекавленный у тым, как пациенту было зрушно и комфортно. И это уже со сферы звычайных человеческих относинов и проявления чулости до тех, кому потребна не только медицинская допомога, а и звычайная спагада. Это приветливый персонал, который как раз-то заинтересован в решении всех вопросов пациента. Это кратчайшие сроки проведения обследования. Это работа администраторов-консультантов в регистраторах. Это электронная запись на прием. Это электронный рецепт. И это уход от бумажного документа оборота, а переход к электронной амбулаторной карте. И сегодня у нас все диагностические исследования, которые проводятся в структуре наших учреждений, они в электронном виде заносятся в амбулаторную электронную карту пациента. И сегодня это в 100% случаев пациент, имея доступ к своему кабинету электронному, может просмотреть свои анализы. Что такое пробная система навигации, башна так само на третьем поверсе. Побач с кожным кабинетом вот такие шильдочки. Так простее ориентоваться у медицинской просторы и не треба морновать час. Марина Джалая, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». В связи с наступными долгими выходными установы Аховы здоровья изменять режим працы. Так, 7 листопада больницы будут працовать, як у святошный день. 8 по графику рабочего дня. 9 и 16 листопада по графику субботы. А 10 выходного дня. Поликлиники, станции переливания криви, аптеки, 7 листопада працуют по графику святошного дня. 8 и 9 по графику субботы. 10 листопада, як у выходных, а 16-го, як у рабочий день. Знасти працу литерально за одну годину. Завтра у «Гомеля» пройдет шарговый мини-кермаш вакансии. На этот раз обмахшимости працы уладкования расскажут проставники акционерных товарыств «Деялоу Гомель» и «Салея Гомель» и заводу пусковых руховиков. Так само рабочее место пропонует организация «Гидросила Белар». Усих зацикавленных запрашают у городского управления по праце на улице Пролетарской, 18. Сустрэша пашнется о 10-й године ранецы. На протягу листопада и Снежня Украине пройдут региональные кастынги национального конкурса «Прыгажосте Мисс Беларусь-2020». У нашей в области они пашнутся 8 листопада у Добруши и Будокошалёва. На кастынги запрашают беларусок с добрыми внешними дадинами, які постоянно проживают на территории краины, николи не были в шлюбе и не мают с дятей. Девчата повинны иметь взрос от 18 до 24 гаду и рост не ниже за 174 сантыметры. Татуировки и пирсинг на теле недопушальные. Ознайомиться с датой и часом проведения кастынга у инших городах региона можно на сайте гомельского Аблвыконкама. Финал национального конкурса «Прыгажосте Мисс Беларусь-2020» пройдет в мае в Минску. 300 шыр лидеров в Беларуси собралися у Гомелии на двухденый интерактивный фестиваль-семинар. Школьники удельничают в практичных майстер-классах, а так само делятся уластным опытом. Ладзять мероприемства, региональное объединение Беларуской республиканской пионерской организации и областное проставництво Беларуской федерации шыр лидингу. Кристине усягу 8, и она вучится в третьем классе гомельской школы. Четыре годы займается гимнастикой, параллельно другий год – шыр лидинга. Ей подобается, а ле прознается девчонка, бывая складана. Учора выучила новые элементы. Почему ты научилась? Я научилась вчера связку. Покажи нам, пожалуйста. Смотрите, как и мама, и мама, и мама, и мама. Большое. Подобный форум тут проходит в першиню. Фестиваль у Шобода помогает повысить узровень профессийного мастерства починающих шыр лидеров. Мероприемства имена ВИТО в Гомеле вырошили провести не выпадково. В Красовику регион будет принимать республиканский фестиваль-конкурс. Гомельская область выходит в тройку лидеров по развитию шыр лидинга в Беларуси. Команды, которые представляют регион, являются постоянными удельниками и призерами национальных спортивных споборництвов. Выстава работ фотографа Руслана Карпова открылась в Музее истории фотографии друку Гомельской области. В экспозиции 25 шорно-белых здымков Гомельского автора. Это психологичный и жанровый портрет. У кадры – звычайные люди в посаденном житте. Летмотивом выставы стал верш «Сумный клоуну», которым говорится, что у каждого человека есть свой внутренний свет. Там у нас в здымках автор постарался адлюстровать переживание каждого из героев. Про это и назвы выставы. Тое, про что я не молчать. Руслан Карпов захопился фотографией у 12 годов. Спробовал себе в разных жанрах, але ведомость отримал минавито як портретист. Автор з'является переможцем и призером международных фотоконкурсов. Выстава у Гомеля будет працовать по 30 листопада. Эти и инши новины вы можете знать на нашем сайте, в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Анна Корольчук. Здравствуйте. Продавал похищенное топливо, а выручку нес букмекерскую контору. В Речице задержан диспетчер автотранспортного участка одного из республиканских предприятий. Мужчина за 4 месяца украл более 14 тонн топлива на общую сумму в 25 тысяч рублей. Ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом. Тем временем сесть на 5 лет может житель Брагина, который занимался распространением и употреблением марихуаны. 29-летнего мужчину задержали с поличным в центре города. В ходе обыска у него нашли пакет, в котором находилось почти 336 граммов марихуаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. Мера пресечения в отношении фигуранта не избиралась. В Калинковичском районе инспекторы природоохраны преследовали подозреваемых в браконьерстве, а в итоге задержали трех граждан, замешанных в незаконном обороте наркотиков. По лесной дороге со стороны Полесского государственного радиационно-экологического заповедника ехал автомобиль Шкода. На этом отрезке пути уже не раз попадались браконьеры. Поэтому дежурившие на месте инспекторы решили проверить проезжавшую машину. Однако водитель испугался человека в форме и попытался скрыться. Стало понятно, нарушение есть. Инспекторы начали преследование. По пути увидели, как из автомобиля пассажир выкинул в окно какой-то сверток. Вскоре беглецов догнали и задержали. Вместе с инспекторами они вернулись за свертком. Экспертиза показала, что там находилось 60 граммов марихуаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Попытались остановить за превышение скорости, но водитель еще сильнее нажал на педаль газа. Мозере сотрудникам ГАИ пришлось погоняться за нарушителем. Инцидент произошел на улице Куйбышева. Инспектор подал сигнал об остановке водителю Вольво. Тот превысил скорость. Однако требование было проигнорировано, и нарушитель попытался скрыться. Экипаж ДПС пустился в погоню. Остановил беглеца тупик. Оказалось, что мужчина в июле этого года был лишен права управления автомобилем. В отношении правонарушителя составлено сразу несколько административных протоколов. Накануне днем в городском поселке Карма мужчина на Рено Меган сбил велосипедистку. ДТП произошло на пересечении улиц Новой проспект и Ленина. Автомобилист, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении 56-летней велосипедистки, которая двигалась по краю проезжей части главной дороги. В результате наезд пострадавшую госпитализировали. Поэтому ГАИ обращается ко всем участникам дорожного движения, в частности к водителям. При движении по второстепенной дороге вы обязаны наступить дорогу транспортным средством, которая движется по главной дороге. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Анна Карачук. Благодарю за внимание. До свидания. Результат не заставил себя ждать. На 16-й минуте Руслан Булов открыл счет поединка, а на 22-й оформил дубль. На 66-й минуте мяч в свои ворота забил гомельчанин Андрей Иванов. На 75-й минуте мазырянин Максим Слюсар сравнял счет 2-2. А за 5 минут до конца основного времени Юрий Недошковский забил победный мяч. После финального свистка на табло горели цифры 3-2 в пользу Славии. В очередном туре чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге Гомель уступил Металлургу. Волки вели четырежды по ходу матча, но Рыси трижды уравнивали цифры на табло. К третьему периоду команды подошли с равным счетом 3-3. В завершающей 20-ти минутке успешнее были гости. На еще один камбэк Гомеля не хватило. Металлург благодаря этой победе увеличил отрыв от седьмого места до 8 баллов. Завтра обе команды гандбольного клуба Гомель проведут очередные поединки в мужском и женском чемпионатах Беларуси. Мужчин ожидает гостевой поединок в Минске соперник БГУФК СКА. Начало матча в 17.00. Женская команда будет бороться за победу на домашней арене соперницы гомельчанок гандболистки Берестия. Стартовый свисток прозвучит в 18.00. Трансляция обоих матчей будет вестись на сайте Гандбольной Федерации Беларуси. Завершился открытый турнир по теннису «Гомель Бэйби Кап». В нем участвовали более 80 мальчиков и девочек. Они выступали в двух возрастных категориях – до 8 и до 10 лет. По результатам соревнований среди девочек до 8 лет победила Мария Березина. Среди мальчиков – Арсей Барков. Во второй возрастной группе золотые награды у Стефании Непарен среди девочек и Матвея Жарина среди мальчиков. Завершился первый этап республиканских соревнований по фигурному катанию среди юношей и девушек «Звездочка». За победу боролись более 200 спортсменов. Гомельскую область представляли 63 человека. Цель турнира – провести отбор в национальные команды Беларуси. По итогу соревнований у гомельчан 4 медали в своих возрастных категориях Арина Коптюк и Екатерина Петриченко завоевали бронзовые награды. А вот Мария Загорская и Елизавета Болоникова стали обладателями медалей высшей пробы. Финал турнира пройдет в Минске 25-27 марта. До этого спортсменам предстоит преодолеть второй этап в январе и третий в марте. Они пройдут в Гомеле и Витебске соответственно. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.